Так, ребят, пятый шаблон. У нас было легко, тяжело. Я хотела бы добавить, дописать ещё к этому пятому шаблону, трансформировать его ещё глубже, чуть-чуть по-другому. Все хотят лёгкости. Я просто заметила, что все, кто мне сейчас приходят на консультации, одно и то же говорят. И я поняла, что этот шаблон нужно ещё глубже трансформировать мне, естественно. Вот. Чем я трансформировала его тогда с вами вместе. Сейчас расскажу, значит. Все хотят лёгкости. Я хочу легко найти мужчину, легко найти работу, легко, чтобы приходили деньги. Все хотят лёгкости. Но почему легко, это очень тяжело в итоге. Вот. А почему именно всё тяжёлое, это в итоге будет легко. И в итоге есть легко. Почему? Сейчас расскажу. Есть такое выражение, мы с него зацепились, когда начали трансформировать. Тяжело в учении, легко в бою. Что такое учение? Ну, это подготовка, сбор информации, анализ, примерка на себя, то есть обучение, то есть узнавание. И бой – это уже сами отношения, отношения с работой, отношения с мужчинами, отношения к деньгам, отношения ко всему. То есть бой – это уже непосредственное проживание этого. То есть непосредственное проживание. Так вот, когда вы говорите, что я хочу всё легко, то есть легко, чтобы пришёл мужчина, вот он как придёт, и вы потом будете тяжело с ним жить и мучиться. Почему? Потому что у вас обучения не было, то есть вы не подумали, какое вы хотите, вы не выбирали его, вы не анализировали, вы не рассматривали, как строить отношения. У вас недостаточно ещё обучения и подготовки, а вы уже хотите, чтобы оно пришло вот так вот быстро. То есть вам же нужно подобрать мужчину под себя, вам нужно подумать, какой он будет, да. Вам нужно его реально выбрать из миллионов вариантов, а не легко первопопавшегося взять. Точно так же с работой. Вам, когда придёт человек и скажет, так легко вообще, вот на изи, типа я сейчас работу хочу тебе предложить, давай. И вот девочка говорит, мне так предложили, я пошла, поработала, ну и максимум там два месяца задержалась. Потом ещё работа пришла, меня нашла легко, и я, короче, пришла на неё, мне было очень тяжело, я тоже через два месяца свалила. И так вот у неё всё время другой человек пришёл, то же самое, хочет всё легко и на изи, чтобы пришло. Подождите, а как же выбор работы самой, как же понять, где вы хотите работать, как вы хотите работать, с чем вы хотите работать, рассмотреть варианты разные, где какая зарплата, где какая удалённость к дому, а не брать вот эту первопопавшуюся на изи. То есть вам нужно подготовиться в обучении, чтобы собрать информацию об этом всём, где вы будете дальше в бою работать, понимаете. И по поводу мужчины, чем тяжелее его поиск, ну то есть более тщательный отбор работы, тщательный отбор с анализом этой информации мужчины, тем потом легче вам и офигенно всё будет. То есть вы хотите пропустить этап обучения, и чтобы вот так вот пришло, но вы потом с этим намучитесь. То есть вы хотите пропустить все этапы, не то что даже обучение, туда и всё входит, и обучение, узнавание, выбор, анализ, что мне надо, там как с этим работать, как с этим жить. То есть вы хотите пропустить самую суть вашего расширения, для чего вам нужны эти отношения, для чего вам нужна работа, для чего вам нужны отношения с деньгами. То есть деньги, которые легко приходят, они всегда легко уходят. То есть вы не понимаете суть их заработка, вы не понимаете, на что и как они приходят, вы не понимаете, как их тратить, вы еще не прошли это обучение, вы хотите, чтобы они пришли, но вот они вот пришли вам быстро в банке, самый быстрый приход, где взять кредит, блин, все, пожалуйста, ну, либо на изи заработать, вот настолько вот прям на легкости, но вы их сразу потеряете, то есть вам нужно путь определенный пройти, вот этого узнавания, да, чтобы потом с этим легко жить, нам ко всему нужна подготовка, любая учеба, вот к любому действию нашему, мы должны понимать, осознавать зачем, почему, для чего, как это работает, чтобы вот в это залезть, и поэтому все сейчас хотят волшебных таблеток, чтобы все легко у меня решилось, идут на самые легкие курсы, в итоге платят я денег, ничего не получают, разочарованные, а потому что каждый преподает какую-то одну маленькую часть, там вот, например, курс благодарности, все, благодарите, у вас все будет на изи, или курс принятия, вот давайте вот принимать, все как есть, и вот все будет на изи, или курс, просто шаблон умышления на изи, или привычки, или так далее, все, везде пытайтесь одну, ухватить какую-то таблеточку маленькую, да, какой-то один процентик, но дело в том, что если вы хотите научиться работать с мышлением, с творением, это тяжело, и это долго, и я написала, почему позавчера лозунг себе, эффективно, долго, тяжело, то есть только так, никакой легкости, никакой быстрости, никакой вот этой вообще нахер не нужно в обучении и в получении, у меня в инстаграме шапки профиля написано, эффективно, долго, тяжело, и любую работу я буду строить, чтобы она была долгой, нудной, тяжелой, и тогда она будет эффективна, все остальное, вот на изи все, что вы хотите, это мура, вот просто мура, так что, ребят, легкость, она в тяжести, когда ты это все изучил досконально, разобрался, вот, вам это все дает знание, вам это все дает расширение, вам все дает это, вы двигаетесь, изучаете, это как раз есть жизнь, она легка в ее тяжелости, а вот в легкости, когда вы не получили ни опыт, ни знаний, ничего, и идете, блин, на расстрел, так что подумайте об этом, пожалуйста, как вы все легко хотите, легко и просто, и просто тоже, просто и запутанность, запутанность это хорошо, как раз таки проще, чтобы все было запутано, у вас есть задачи, которые вы решаете, раскладываете их по полочкам, вы учитесь, получаете опыт и получаете энергию как раз таки в этом, а когда у вас все просто, пошел играть в игру, а там ничего нету запутанного, там просто коридор прошел, и это на изи, вы не получили ни опыт, ни знаний, и вообще смысла в этом нету, просто в простоте, вот в этой, смысл в запутанности, и вы когда его распутываете в простое, да, и вы получаете все эти смыслы.